Всероссийский фестиваль меда первый в этом году начал работу в Лобинске. Жителям и гостям города представлено более 200 видов вкусного и полезного лакомства. Кстати, очень актуального в начале весны, когда организму не хватает витаминов. Вам обязательно дадут возможность не только бесплатно, абсолютно бесплатно продегустировать, подскажут, чтобы выбор ваш был, конечно, для вашего здоровья полезен. Фестиваль не зря называется Всероссийский. География представленного меда очень широка. Мед, естественно, Дальнего Востока, знаменитый Алтайский мед, Башкирский мед, Башкирская разнотравья всем известная, Поволжье, Нечерноземье, Ставрополье, Солнечная Адыгея, Краснодарский край наш родной. Уже в первый день работы торговые точки привлекли немало покупателей. Кто-то берет мед для общего укрепления организма, кто-то от определенных хворей, а некоторые просто для хорошего настроения. Популярная очень липа, липа царская. Это очень полезно при простудных заболеваниях. Сейчас весной, когда ослаблен иммунитет, просто необходимо кушать мед. Самый полезный мед считается мед с пергой. Перга, она идет, это как переработанная феромонами пчелы, цветочная пыльца. Помимо традиционного товара, здесь можно приобрести также разнотравие. Чай получается душистым и полезным. Или, например, цветочную пыльцу, которую можно использовать в лечении большого количества различных недугов. Желательно с утра, достаточно полчайной ложечки. Лучше всего рассасывать под язычком, чтобы непосредственно попадала в кровь. Выставка меда в Лобинске будет работать до воскресенья, 16 марта, с 9 утра до позднего вечера. Хорошо, что придумывают такие ярмарки для населения. Это очень важно. Ассортимент очень большой для лечения. Все, мы у наших местных жителей это не увидим. А даже с Алтая привозят. Это очень хорошо для нас. Меда много не бывает. Организаторы фестиваля приглашают всех желающих познакомиться с выставкой и приобрести понравившийся мед.